В Славянске на Кубани прошел зональный этап краевого слета военно-патриотических клубов и объединений Краснодарского края к защите Родины Готов. Эти соревнования посвящены памяти Героя России генерала Геннадия Трошева. У воинской доблести, примерах стойкости, патриотизме и любви к Родине и о том, как стать настоящим солдатом, узнавали наши корреспонденты. Чтобы стать настоящим солдатом, надо быть прежде всего патриотом своей Родины, верным воинскому долгу бойцом, таким, каким был генерал Геннадий Трошев. Солдат, боевой командир, Герой России. Именно на таких людей надо равняться подрастающему поколению. Слёт военно-патриотических клубов и объединений при Азово-Черноморской зоне Краснодарского края, посвященный памяти генерала Геннадия Трошева, в нашем районе проводится уже в четвёртый раз. С напутственными словами к участникам военно-патриотических соревнований обратился председатель районного совета Григорий Литовко. Пожелав участникам слёта стойкости, мужества и смелости, дал старт началу слёта. Уверен, дорогие ребята, что вы всегда будете готовы встать на защиту своего Отечества, так как вы интересуетесь историей нашей страны, историей Кубани и занимаетесь военно-прикладными видами спорта. Мы гордимся своей Родиной, гордимся Кубанью, гордимся славным наших отцов и дедов, которые отстояли честь и независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны. В митинге в честь открытия соревнований приняла участие дочь легендарного генерала, руководитель фонда имени Трошева Наталья Белокобыльская. Лёт, он проводится, изначально был заложен в Славянске на Кубани, теперь он приобрёл статус зонального, теперь уже краевой. Поэтому мне очень приятно, что движение это идёт и движется, потому что посмотрите, какая у нас замечательная молодёжь. Она не только спортивная, она не только умная у нас, она не только талантливая, она ещё и целеустремлённая, а это очень сейчас важно. Состязаться в силе, ловкости и сноровке в Славянск на Кубани прибыло более 10 сильнейших команд Краснодарского края. Из города Краснодара, Анапы, Геленджика, Горячего Ключа, Северского, Денского, Крымского и других районов. Большинство ребят юных патриотов по окончании школы выберут военную профессию и продолжат великое дело Геннадия Трошева. Поэтому проводимый слёт – лишь начало их длинного, преданного Отечеству боевого пути. Мы готовимся к защите Родины и к общее физическое развитие. Мне это интересно, всем нам это интересно. И защита Родины – это общее дело. Они помогают мне быть многозадачным, чтобы был готов делать не одно действие, а сразу несколько. Чтобы помогать нам командно работать, не только мы работаем сам на себя, а на всю команду. Мне нравится побеждать, конечно. И вообще нравится смотреть на других и своих ошибки исправлять. А также это даёт храбрости, уверенности и стойкости. Соревнования открылись конкурсом «Строи и песни. Статин в строю, силён в бою». Чеканя шаг, нога в ногу, ребята прошли по театральной площади. После окончания строевой подготовки ребята отправились в Славинскую автошколу ДОСААФ. Там их ждал комбинированный военно-спортивный кросс. Молодые патриоты на скорость преодолевали препятствия. На время разбирали и собирали автоматы, метали гранаты и стреляли по падающим мишеням. Показали знания и эрудированность в военно-историческом конкурсе. Преодолеть и выполнить все эти непростые задания надо было за максимально короткое время. Все юные патриоты получили памятные медали и грамоты. Ну а каждый участник – массу впечатлений, а главное – бесценный опыт, который пригодится им в дальнейшей жизни. В общем зачёте наша команда заняла второе место. Победителям были вручены грамоты, призы и книги «В сердце своём храним» от Фонда патриотического воспитания имени Геннадия Николаевича Трошева. Команды, занявшие призовые места в зональном конкурсе, примут участие в финале краевого слёта, которое пройдёт в Крымске 6 ноября. Надежда Неткачева, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...